После завершения ремонта в Центре одарённых детей Альтаир будут работать высокотехнологичные лаборатории химии, физики, биологии, генетических исследований, робототехники. Для этого же закуплено современное оборудование – мультимедийные доски, компьютеры, микроскопы. Ребята будут заниматься последующим ключевым направлением – математика, робототехника, экобиотехнологии, история. Кроме того, школьники смогут посещать занятия по киберспорту, шахматам, самбо, живописи и театру. На базе робототехники у нас с 6 лет приходит заниматься робототехникой и до 18 лет. Если мы говорим о программировании, мы берём детей с 5 класса по 11 класс. То есть надо смотреть в зависимости от какого направления, тут возраст может варьироваться. Но в целом Центр Альтаир занимается детьми с 6 лет до 18. Это дополнительное образование. Но и Папчийский совет принял решение, что мы не просто будем заниматься проектной деятельностью, не просто одарёнными детьми, но мы должны работать на этот результат и повысить уровень именно выступления команды города Севастополя на Всероссийской Олимпиаде школьников. Кроме этого, учебные классы Центра Альтаир откроются на базе научных учреждений города. Института биологии Южных морей, Морского гидрофизического института, Севастопольского государственного университета, а также в двух школах города. Номер 57 «Экотехплюс». Стоимость создания Центра для одарённых детей «Альтаир» составила 228 миллионов рублей, из которых более 200 миллионов пошли на закупку высокотехнологического оборудования. Это проект, который схож с проектом «Сириус», такой большой всероссийский проект. По сути, это отбор на последующие годы, отбор по всем нашим учреждениям общего образования, по учреждениям дополнительного образования. То есть дети смогут выходить на соревнования на федеральный уровень, Малая академия наук и так ставятся своими победителями на федеральном уровне. Здесь мы сможем больше заниматься, мы сможем их отправлять на профильные смены, где дети будут погружены 21 день полностью под занятие тем, что они любят. Завершить ремонт и установить оборудование планируется до 15 августа. А уже 1 сентября Центр для одарённых детей «Альтаир» откроет свои двери для школьников Севастополя. Яна Витринюк, Денис Александрович, СЕФН Форумбюро.